Всем привет, ребят! С вами снова я, Настя, и сегодня вы поедете со мной на завод Агуша. Недавно я победила в конкурсе от Агумамс у Галины Боб, и мы поехали проверять качество продукции Агуши, которое мы кормим наших детей. Кстати, на молочке дают тоже питание от Агуша. Нас довезли от метро до завода, было 10 победителей Инстаграма и 10 топ-мам-блогеров Инстаграма. Здесь вы видите памятку, там указано, при каких обстоятельствах нельзя попасть на завод, соответственно, это закрытное предприятие, и просто так туда не попадешь. Снимался там репортаж, поэтому видео мы, наверное, увидим позже. Нас поделили на команды. Мы одевали жилеточки для того, чтобы ходить по территории завода на улице, чтобы нас не сбила машинка. И здесь, как раз вы видите, это команда Галины Боб, в которой была я. Мы проходили мимо таких машин. Там, кстати, приводят как раз-то они молоко, цистерны. На территории завода мы одевали специальную обувь, чтобы против цеха, халатики и так далее. Начиная с того времени, наш завод бессмертно остается основным кустовщиком детских волочных уголей. Итак, после того, как мы переоделись, и, собственно, так же и наши сотрудники, которые обслуживают оборудование, после того, как они переоделись, вышли из гардероба, необходимо еще провести обработку рук. Здесь у нас есть с правой стороны рукомойники. Для того, чтобы это было стерильно, рукомойники не имеют ручек и кранов, чтобы люди их не трогали. Там есть датчики. Датчик будет находиться на уровне колена, левого. Его просто нужно прижать к ракове, и не включится вода, потечет. Значит, есть мыльница. Намыливаем руки. Моем тщательно. После этого вытираем полотенцем. В уваженном полотенце выбрасываем в мусорное ведро. После этого проходим на санпропускник, который представляет себе вот такое оборудование, в котором есть отверстие для рук. Вы, по моему примеру, я сейчас покажу, как это делается. Называем участок технологический, где производится сам продукт. То есть не фасуется. У нас есть отдельный процесс, есть фасовка. Процесс – это то место, где стоит оборудование, на котором производят продукт. Делают кожу, делают кипит, делают йогу, делают молоко. Все это производится. Это вот как раз первый цех, в который мы попали. По этим трубам течет уже молоко. Все закрыто. Никакой свет-звук не проходит туда. Там пастеризуется молоко и так далее. Добавляются всякие витаминные добавочки. Одним словом, здесь вот основное такое производство молока. Кстати, молоко не привозят ведерками и так далее, как многие представляют. Видите, здесь все закрыто. Как раз мы проходили дальше. Это тоже такие же баки, по которым дальше чует молоко. Молоко мы видели только вот, когда его привозили. Грубо говоря, брали пробу из цистерны. Больше мы молока на территории завода не видели. А это комната управления. Все оборудование управляется, грубо говоря, из определенной отдельной комнаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, заходите. Это наша лаборатория. Это то место, где как раз из тех 60 с лишним контрольных точек делают анализы отобранных образцов. Круглосуточном режиме здесь работают специалисты, которые прошли специальное обучение. Мы используем очень высокоточные приборы, специализированные приборы, которые позволяют контролировать массу параметров в молоке. Начиная от того, какое содержание жира, белка. Этот цех уже, где, грубо говоря, разливают молоко по баночкам. Здесь выдуваются баночки. Клеятся этикетки. Горбо говоря, здесь уже готовая продукция приезжает. На самом деле, это очень забавно, интересно. Мы только здесь увидели людей, которые ходили. Там проверяли, допустим, упаковку, некий контроль. А так, в принципе, больше, чтобы по цехам люди ходили, такого не было. Здесь как раз засыпайки, питьевые йогурты. Я сам для творожков этикетки. Дальше мы начали фотографироваться. Я попросила сфотографироваться. И все девочки тоже стали фотографироваться с Галли Боб. На самом деле, кстати, Агуша хранит свою продукцию. Вот, допустим, выпустили партию. И до окончания срока годности они хранят эту продукцию. Причем на упаковке написано, что, допустим, творожок там сколько? 15-2 недели, да? 15 дней, 2 недельки держится. То они хранят его, на самом деле, дольше. Потому что они укорачивают срок годности для потребителя. Чтобы, если вдруг что, человек, грубо говоря, не отравился. Поэтому, если творожок просто осталось еще 2-3 дня, то его можно кушать. Он нормальный. Здесь как раз выдуваются бутылочки. Они такие забавные, с хвостиками. А вот здесь стоит аппарат. Если какая-то бутылочка вдруг не подойдет, там, не знаю, прохудилась, еще что-то. По кинокритериям, там сзади они вот скапливаются. Их потом в конце смены вытаскивают. Здесь уже, видите, едет готовая продукция. Все на отгрузку. Мужчина проверяет, все ли цело. И из каждой, скажем так, определенное каждое время выбирается проба молока, проба продукции. Так что после того, как побываешь на заводе, уже не так страшно все это покупать. Вот как раз момент фото. Это самая маленькая цесарна, в которую привозят молоко. Там уже стоят покрупнее, там до 25 тысяч литров молока. Это взрослое, это детское. Детское молоко хранится в таких, скажем так, вакуумах не больше 12 часов. А вот идет дальше. Итак, друзья, это участок, который называется приемка молока. Это помещение, в которое заезжают молоковозы. Как я уже сказал, для детского питания мы используем отдельный пост для приемки. Он имеет отдельное оборудование и уже показал вам отдельные резервуары. Цистерна предварительно моется. Моется она не здесь, она моется на другом участке. Чистая машина заезжает на этот пост. Дальше наши сотрудники производят вскрытие цистерны и отбор проб. Предварительно перед этим молоко они перемешивают, потому что в процессе транспортировки молоко может отстояться. Ну, то есть, знаете, что жир может подняться, молочный жир поднимется кверху сливки, обезжиренное молоко будет снизу. Для того, чтобы... Есть очень интересное оборудование, оно похоже на один подводной лодки. Есть такая мешалка с винтом. Сейчас увидите. Вот это чудо оборудование, которое называется мешалка. По типу домашнего миксера. Прежде чем ее туда погрузить, она опускается в дезинфицирующий раствор. Дезинфицируется. Приемки молока. Именно здесь проводятся анализы и принимается решение, соответствует молоко по качеству для производства продукции или не соответствует. Здесь работают специалисты, которые разбираются во всех тонкостях того, что должно, а что не должно содержаться в молоте. Скан. То есть, прибор, который определяет за считанные минуты все параметры. То есть, сначала мы измерили температуру, ну, получается, при той температуре, к которой молоко перевозилось. Мы зафиксировали эту температуру. Сейчас, для проведения анализов, нам нужно молоко нагреть до 20 градусов. Для того, чтобы анализ был более точным, активным. Мы сейчас нагрели до 20 градусов и проанализируем. Поставим на мелкоскан, определим жир, белок, основные показатели. Плотность. Посмотрим точку зарезания, которая тоже является основным элементом для определения классификации. А что это должно быть? Ну что, приступаем к работе? Это самая интересная часть. Да. Да. Смертью компания изделим. Конечно, что лучше сделим запас. Пахнет коровы. Да. Прямо. Вот это оборудование, которое отличает от бактерий, то есть, бактофуга. Сепаратор, в который попадает молоко, там вращают тарелки с расстоянием 3 мм между тарелочками. Они вращаются с огромной скоростью до 2000 оборотов в минуту. То есть, высокая скорость. И под действием центробежной силы все, что лишнее, что есть в молоке, оно отделяется и будет вот в этот раз. Далее нам показывали продукцию, мы ее пробовали и, соответственно, задавали свои вопросы. На этом, пожалуй, все. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok